всем привет друзья сегодняшнее видео будет посвящено здоровью наших канареек а именно чтобы ваши мои уже хорошие и вот чтобы ваши канарейки были здоровые, красивые, давали хорошее потомство и никогда не болели я сегодня поделюсь с вами небольшим секретиком, что нужно делать, чтобы в будущем получать здоровых пернатых значит речь пойдет про одуванчик, мы будем сегодня собирать, пришло время, пришло время собирать одуванчики потому что это май, середина мая, также будем в дальнейшем собирать крапиву ну вы можете уже сейчас крапиву начинать собирать, в общем у кого одуванчик отходит, собирайте уже сейчас одуванчик, крапиву и подорожник все это будем мы собирать вот такие листья, сейчас я вам подробно покажу, все расскажу сейчас подробно в видео и в общем кто будет повторять за мной этот метод, я прям перед тем снимаю свою шляпу и с уважением буду относиться к таким разводчикам в некоторых районах возможно что одуванчик уже вот так запушил, видите, то есть обратите внимание, вот там содержатся семена семена тоже нужны, но мы сегодня поговорим с вами о запасе, о запасе, о том как заготовить травяную муку вот этого поистине самого, наверное, наилучшего, самого положительного растения его еще можно назвать одуванчик для того, чтобы жить потому что он обладает очень жизненным потенциалом обратите внимание, вот такой вот он желтенький и мы будем собирать его листья и сушить, в тени сушить надо и после того, как вы насобираете много таких цветков, одуванчиков, листьев я имею ввиду, вот вот видите как, старайтесь выбирать молодые побеги, чтобы были нежные вот этот, допустим, уже большой, ну на ощупь уже начинает грубеть, только начинает старайтесь находить вот такие маленькие листочки, то есть он роста маленький и он нежный на ощупь, даже нежный на ощупь формы могут быть немножко разные, сейчас поподробнее покажу друзья, ну я думаю, вы не перепутаете ни с чем одуванчик потому что вот он, если на солнце растет, то более правильной формы если в тени, то бывает немножко лист округленный как, допустим, вот у этого вот видите, здесь более округленный, то есть нет вот этих елочек ну почему-то мне так хочется думать, что вы все знаете одуванчик и мы не будем сейчас его запоминать визуально, потому что одуванчик знают все итак, друзья, когда вы насобираете одуванчика побольше, это я сейчас вам для опытов, для видео сделал, чтобы у вас появился аппетит и желание собирать одуванчик в общем, промыли его хорошенько под проточной водой затем в сите можно дождаться, чтобы стекла вода ну и вот когда вода стечет вы можете разложить его на таком вот материале хорошем это в данном случае я использую мешковину то есть он немножко впитает лишнюю влагу этот материал на клеенке я вам не советую раскладывать в общем, на это обратите внимание, на чем вам будет лучше разложить, на том и раскладывать, но только не на клеенке можете разложить на бумаге, но чтобы это не было газета, чтобы там не было свинца и вот когда вы разложите свой одуванчик, вы можете отправиться за крапивой когда ваш одуванчик будет уже сушиться в тени это можно на балконе сушить, в подъезде можно сушить но чтобы не было, желательно, чтобы не было прямых солнечных лучей так вот как понять, что одуванчик высох? вы просто возьмете его в руки и он у вас вот таким образом начнет рассыпаться просто сыпаться как мука и у вас получится травидная мука можете все это дело положить в наволочку или какой-нибудь мешочек из плотной ткани кстати, ребята, кто табак садит, в курсе, как это все делается так что, я думаю, там особо труда не будет если какие-то вопросы, пишите в комментариях, я вам подскажу в общем, для чего вообще это все нужно? одуванчики собирать, сушить, морочиться? друзья, я повторюсь, это для того, чтобы ваши канарейки никогда не болели вы насушите этой муки и в осенний, зимний, весенний период вы будете присыпать мукой допустим, пророщенную пшеницу тертую морковку вы будете присыпать мукой яичко вареное, если будете давать когда будете готовить птиц к разведению будете посыпать все влажные корма мукой из одуванчика мукой из крапивы и мукой из подорожника видео по поводу крапивы и подорожника позже обязательно будет просто крапива у нас еще не особо готова пойдем попозже в лес все это снимем, покажу, расскажу ничего не бойтесь в лесу волки нынче не кусаются собирайте крапиву вот, и сделаем мы из всего этого травяную муку, полезную и тогда у вас будет меньше таких случаев, когда вы будете мне писать канарейка нахохлилась или там, например, у меня канарейка как отуванчик надулась что мне делать? так же бывает некоторые спрашивают у меня птица сидит голову под крыло начался сезон размножения а птица голову под крыло это все недомогание от слабого иммунитета от неправильного питания иммунитет ослабляется из-за неправильного питания поэтому я вам советую настоятельно советую рекомендую кому как на слух приятнее воспринять друзья встаем и идем на сборы отуванчика пока не поздно сейчас еще буквально неделя может быть максимум две он будет отходить по крайней мере в моей полосе возможно у кого-то уже отошел друзья, не отчаивайтесь если у кого-то отуванчик уже отошел засох вы можете находить эти как их называют засохшие или что там будет такие места но видно где рос отуванчик выкапывайте его с корнем прям поглубже копайте там на штык лопаты сантиметров на 20-25 копайте тащите это домой насыпайте землю в пакет как с под хлеба баука хлеба такой пакет небольшой и сажайте туда свой корень этот можете подержать некоторое время в погребе или внизу холодильника где морковь хранится потом посадите его в грунт и будет вам осенью хорошие листья одуванчика будете кормить своих этих самых канареек по поводу этого тоже кстати в дальнейшем когда будет сезон подходить выкопки корней одуванчика и пересадки в домашние условия это на балконе можно элементарно растить хороший куст хороший куст кеннер хочет запеть это кеннер по кличке жулик кстати познакомьтесь можно на балконе очень хорошо выращивать куст допустим кто-то держит одну-две канарейки ребята просто шикарно не пожалеете попробуйте выращивать одуванчик на балконе или на подоконнике как лук высаживали выращивали лук в школьное время если кто-то занимался ну в общем вот так вот честно сказать мысль потерял сейчас попытаюсь вспомнить про высадку одуванчика в общем да у кого сезон отошел друзья выкапывайте переносите домой затеняйте выращивайте одуванчик оно этого стоит поверьте ваши канарейки вам вообще будут благодарны друзья ну а напоследок для тех кто нифига не понял как выглядит одуванчик запомните вот есть желтый кеннер вон он сидит есть такой желтый цветочек вон одуванчик когда вы его отломаете вот так здесь будет желтый сок горький вон видите там сок выступил здесь друзья это одуванчик всего вам доброго здоровья вам и вашим пернатым до скорой встречи на моем канале продолжение темы по поводу вот этих всех трав буду постепенно показывать рассказывать не пропустите все всем пока пока не пропустите не пропустите дубного اللя зачетую Продолжение следует... Продолжение следует...